Как рассказывает гособвинитель, девчонкам было по 15-16 лет. Нежный возраст, как известно, многое не позволяет оценивать критически. Особенно это касается отношений с парнями, когда хочется казаться взрослее и смелее, чем на самом деле. 15 февраля 2022 года Абаканским городским судом вынесен приговор в отношении 21-летнего жителя села Белый Ярл тайского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотрено пунктом А, части 3 статьи 230 Уголовного кодекса Российской Федерации склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении двух и более лиц, если оно совершено в отношении несовершеннолетнего. В суде установлено, что подсудимый в апреле 2020 года склонял четырех знакомых девушек 15 и 16 лет к потреблению наркотических средств. Он демонстрировал им способ употребления имеющегося при нем синтетического наркотического средства и предлагал его попробовать. В результате несовершеннолетние согласились употребить запрещенные вещества. За употреблением так называемой соли школьниц в компании великовозрастного друга застала мама одной из них. Она увидела подозрительный пакетик, оповестила других родителей и обратилась к правоохранителям. Когда дело дошло до суда, наказание за приобщение к дури непорядочный гость получил справедливое. С учетом позиций государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил. Честно говоря, в интернете предложения купить закладку с наркотиками не переводятся. Силовики время от времени накрывают такие преступные синдикаты, но впечатление такое, что зло это неистребимо. Другое дело, что предложение в интернете это своего рода аферта, а вот вовлечение несовершеннолетних в употребление наркотиков или бизнес-закладками это гораздо более тяжкая статья, что конечно справедливо. Поскольку речь в данном случае об осознанном вредительстве, учить плохому тех, кто в силу возраста не осознает всей тяжести своих проступков. Елена Лобанова, Василий Конзычаков, Новости. Елена Лобанова, Василий Конзычаков, Новости.